Это был самый ужасный вторник моей жизни. Весна уже вовсю давала знать о себе, поэтому мы с друзьями решили стать ближе к природе, как Украина к Евросоюзу. Конечно, это было не такое прям единение, как у БР Грилса, ну там, в тушке верблюда переночевать или использовать дохлую змею как флягу, нет. Мы просто хотели бухнуть на улице. Я начал сборы. Я взял палатку, коврик. С одеждой тоже вопросов не возникло. Сына, джинсы выбрасывайте или папе в гараж? Оставь будет в чем поход сходить. Следующим пунктом нашего маршрута был магазин. Мы взяли уголь, овощи. Мой друг положил шоколадку. Шоколадку? Нахрена? Создавалось такое ощущение, что в лесу он собирался решать какие-то вопросы. Может, мы как-то договоримся? Ожидаемо, как десантник в фонтане на день ВДВ в тележке появился алкоголь. Я возмутился. С нами же девчонки. Кирилл понял мой намек. Шикарно. Я доверял мнению своего знакомого Кавказа, и поэтому мы взяли брестский шашлык на углях. Ковядина, самка, шесть месяцев. Во-первых, это батя-емкость для гвоздей, а во-вторых, племяннику костюм на Новый год. Шопинг подходил к концу. Сань, ты рассчитайся, а мы тебе потом отдадим. Да, мои отношения с друзьями напоминали отношения между Белоруссией и Россией. Денег наодалживали, а когда отдавать будут, хрен его знает. Мы приехали в лес. Все были одеты по походному, но, как и в каждой компании, у нас был свой Валера, который, судя по внешнему виду, собирался не в поход, а на войну. Первой очередной задачей было выбрать место. Слишком жарко, близко к воде. О, вон хорошее. Эх, жаль, уже занято. Место нашлось само собой. Я больше никуда не пойду. Зашибись. Девчонки начали накрывать на стол и оставил палатку, пацаны пошли за дровами. Но самая сложная должность была у Ярика, этакий контролер ситуации. Колышек глубже вбивай. Бутерброды сегодня нормальные будут. Чтобы горело, нужно сначала мелкие кидать. Оставалось решить, кто займется мангалом. Все посмотрели на Давида. Он возмутился. Эй, я русский. Русский? Не вопрос. Давид обиделся и ушел. Все было готово, кроме шашлыков. Саня, шашлык в воду избрызни. Водой? Что за свинья-чай из бакет-челлендж? А эстафету кому передавать? Мы отдыхали. Даша выпила раз, два, три. Я остановил ее. Может, хватит? Вся компашка подумала, что у меня на Дашу планы, как у Хрущева на кукурузу. Но причина была другая. Она просто не скидывалась. Четко. Алкоголь заканчивался так быстро, как бензин в служебной машине. Таксист привез нам добавки. Судя по ценнику за бутылку, он выкупил ее на свадьбу у молодоженов. Фотография Вадима и Ольги только подтвердила мои предположения. Таксист уехал. Парни возмутились в цене, девчонки возмутились в цене. Все просто охреневали от происходящего. Жалко, что с нами не было моей бабушки, потому что она могла найти логическое объяснение любой ситуации. Во всем виноваты спайсы. Мы разбились на группы по интересам. Кто-то играл на гитаре, кто-то жарил сосиски. Валера с Леной пошли в лес. Сергей с Леной пошли в лес. Валера с Леной снова пошли в лес. Создавалось такое впечатление, что Лена подтягивает ребят по природоведению. Неожиданно, как второй подбородок у гаишника, из леса появился Юра. Он должен был принести дрова, но в руках у него был маленький пакетик. Мы переглянулись. Что за пакет? Так, что в пакете? Вариант праха креста и фросиньи Полоцкой мы отмели сразу. Остальные ответы, если честно, тоже не внушали доверия. Юра наконец-то пришел в себя и сказал. Ребята, я вам грибочков насобирал. Судя по всей этой феерии, ты их еще и попробовал. Что это за грибы такие в апреле месяце? Шизяки? Смехоглюки? Сыросмешки? Юра заставил нас поверить в их безвредность, как Рейган и Диру Ганди в отсутствии существования третьего мира. Мы попробовали, и тут началась жесть какая-то. Ребята играли в Беррика топором. Девчонки прыгали с дерева. Ситуация вышла из-под контроля. У меня помутнело в глазах. Я подумал, это грибы. Нет, это топор. Я вырубился. Я открыл глаза. Самое главное, что я был живой. Твою мать, лучше бы я сдох. Это был самый ужасный вторник в моей жизни. Ужасный вторник. Ужасный вторник.